Близкие становятся заложниками скандалов с харассментом и с другой стороны. Мы знаем, как пережила скандал с Вайнштейном его жена, модель и дизайнер Джорджина Чепман, владелица марки Марчиза. Депрессия, развод, преследование папарацци, изгнание с Нью-Йоркской недели моды, наконец, падение продаж самой Марчизы. Что чувствует сейчас певица Зара, как утверждают наши источники, девушка депутата Слуцкого. Та самая певица Зара, которая была замужем за сыном главы Софеда Матвиенко. А потом бац, и поет в Сирии на базе Хмеймим под прожекторами российских телеканалов. Спасибо любимому. Недаром он работает главой комитета по внешней политике Государственной Думы. Вот он, современный социальный лифт. Не об этом раньше мечтали поп-звезды. В отличие от многих выпускников фабрики звезд, у певицы Зары творческая, да и в последнее время политическая карьеры складываются как нельзя удачно. Вот она собирает Кремль на свой сольный концерт. Вот она поет вместе с членом Общественного совета при Следственном комитете Мирея Матьё. А вот она выступает с проникновенной речью на военной базе в Сирии. Как мы вами гордимся, как мы за вас переживаем. Таких красивых, честных, мужественных. Тех, кто сражается на переднем крае борьбы с международным терроризмом. И вы принесли мир многострадальной Сирии, ее обездоленным жителям. Я уверена, что Сирия вас никогда не забудет. Это далеко не первая поездка певицы. Зара активно ездит в Сирию и, как выясняется, делает это не зря. Например, как и многих артистов, которые выступали в Хамимиме, Зару наградили медалью участника военной операции в Сирии. Также с недавнего времени певица носит почетное звание артист ЮНЕСКО во имя мира наравне с Гергиевым, Спиваковым и Алсу. Но, наверное, главное достижение Зары – это звание заслуженного артиста. Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за нашу прекрасную страну, за нашу великую родину, в которой мы живем и которой мы гордимся. И я уверена, что наша Россия выстоит и укрепится всем недоброжелателям назло. Тогда, год назад, в соцсетях многие возмутились. Люди удивлялись, за какие такие заслуги далеко не самая популярная артистка становится заслуженной. В это время и стали появляться слухи, что у певицы есть покровитель. И это уже не ее первый муж, Сергей, долларовый миллиардер и сын Валентины Матвиенко. А якобы это Леонид Слуцкий, депутат, глава Комитета Госдумы по международным делам, что вполне может объяснить такую активную деятельность малоизвестной Зары на международной арене. Зара была замужем два раза, и оба ее избранника были непростыми людьми. В 21 год она вышла замуж за Матвиенко. Ради своего жениха певица даже приняла православие. СМИ писали, что свадьба была скромной, были только родные. Но тем не менее, само венчание прошло не где-нибудь, а в Казанском соборе. Семейное счастье продлилось недолго. Спустя полтора года они развелись. Следующим мужем певицы стал чиновник из департамента здравоохранения Москвы Сергей Иванов. Ради Зары он оставил свою жену с детьми. Этот брак продлился 8 лет. У пары есть двое сыновей. Сейчас Зара не комментирует свою личную жизнь. В интервью она говорит, что полностью посвятила себя детям. И, видимо, исключительно талант певицы помогает ей спеть дуэтом с популярным оперным певцом Андреа Бачелли в самом Колизее. Или провести концерт в Кремле с приглашенными звездами, например, Мирей Матьё. Кстати, так уж совпало, что известная француженка является давним другом депутату Слуцкому. В интервью Дели Сторм Матьё вообще говорит о нем, как о, цитата, «настоящем джентльмене, галантном человеке» и называет любые обвинения в домогательствах протестной кампанией. С таким послужным списком не стыдно идти и в доверенные лица президента Путина. Такие почетные обязанности Зара получила в январе этого года. Например, в прошлом месяце певица выступила с концертом в поддержку Путина в Калуге, куда прилетела на вертолете. Я благодарю вас за приглашение. Я впервые в Калуге. Сегодня состоится мой первый зонный концерт в вашем городе. Я покорена нашим волонтерским движением. Я считаю, что самая главная наша задача – это обеспечить явку на выборах. Ну и как же без Путин Тим? Это такое общественное движение, куда входят разные российские артисты и спортсмены. Они выступают в поддержку нынешнего президента. В частности, посещают школы и делятся своим богатым жизненным опытом. Одной из первых опытом поделилась певица Зара. Мне кажется, вот подобные акции, они настолько нужны. Чем больше таких встреч будет происходить с молодым поколением, тем лучше. От них зависит, какая будет наша страна. Я хочу, чтобы мои дети учились в России. Я хочу, чтобы наша страна была самая преуспевающая. И она и есть самая преуспевающая. Просто много еще нужно сделать. Повлияет ли шумиха вокруг депутата Слуцкого, которого обвинили в домогательствах на дальнейшую общественно-политическую карьеру певицы Зары, мы пока не знаем. Но на их личную жизнь повлияет наверняка.